МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костейникова. Здравствуйте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев осмотрел обновленный сквер Корабел рядом с одноименным Домом культуры. Об этом городоначальник сообщил в своих социальных сетях. Далее цитата. Теперь сквер Корабел – это пространство для прогулок, детских игр и занятий спортом. Здесь появилась площадка для воркаута и отдельная площадка для любителей скейтов и самокатов с рамками, перилами и всем тем, что так любят наши подростки, написал Михаил Развожаев. Кроме того, на территории общественного пространства благоустроили зоны тихого отдыха и пешеходные дорожки. Здесь появились наружное освещение, система видеонаблюдения и парковка. На площади у ДК Корабел установили большой золотой колокол, а также смонтировали сухой фонтан со светодинамическим оформлением. Семинар совещания советников-директоров севастопольских школ по воспитанию прошел 17 февраля. На нем специалисты обсудили удачные способы работы с трудными подростками, форматы организации тематических развлечений для учеников и медиасопровождение образовательных проектов. Также они представят лучшие практики по работе с орлятами России, с нашими младшими школьниками. И в конце совещания, конечно, мы подведем итог. У нас будет определенная рефлексия, где мы друг с другом поделимся планами на будущее. В рамках нашего семинара-совещания, конечно, они повышают свой профессиональный уровень через общение друг с другом и через общение со специалистами регионального ресурсного центра. На подобных встречах советники по воспитанию обмениваются опытом. Семинары проводят каждый месяц на базе разных образовательных организаций Севастополя. В феврале совещание провела школа номер 45. Всего в учебных заведениях города Героя трудятся 64 профильных специалиста. Советник по воспитанию проводит работу не только с детьми, в том числе трудными подростками и ребятами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Педагоги также налаживают взаимодействие с родителями учеников и классными руководителями. У нас много молодых советников. Есть советники, которые работают два года, есть новые советники, у которых небольшой стаж. И у нас есть школа молодого бойца, есть школа асы, где мы делимся и своими какими-то наработками, которых уже большое количество. Наверное, если брать разные должности в школах, именно советники – это те люди, которые делятся между собой опытом постоянно. И это очень важно, потому что один может рассказать, где взять классного социального педагога, другой может рассказать, как создать театр, третий расскажет про отдел спасателей и так далее. В театре имени Луначарского состоялось открытие цикла исторических лекций о героях Севастополя. Проект создан для старшеклассников и неравнодушных горожан, интересующихся событиями прошлого. Всего таких лекций будет около десяти. Первую посвятили вице-адмиралу Владимиру Корнилову. 13 февраля исполнилось 217 лет со дня его рождения. Артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского совместно с историками подготовили целый цикл лекций о выдающихся личностях, оставивших заметный след в нашем городе. Первую страницу открыли актеры Виктория Ершова, Евгений Журавкин и ученый Вадим Прокопенков. Проект театрализованных лекций «Севастополь. Страница истории в театре» начался с разговора о Владимире Корнилове. Наш город является значительным центром притяжения всех геополитических проблем. Поэтому в нашем городе и в прошлом, и в настоящем рождается очень много героев. Почему именно здесь они рождаются? Что такое в Севастополе происходит, что здесь высокий дух наш поднимается на такие высоты? Владимир Корнилов родился 13 февраля 1806 года. Личность известная, но подробностей его биографии не так много. История часто преподносит нам сухие факты, раскрывая того или иного героя через подвиги. В 1851 году вице-адмирал Корнилов после смерти своего наставника Михаила Лазарева стал фактическим командующим Черноморским флотом. С началом Крымской войны Владимир Алексеевич возглавил оборону Севастополя, однако пала смертью храбрых во время одной из первых бомбардировок города. Его знаменитые предсмертные слова «Отстаивайте же Севастополь» не раз подтверждали свою актуальность. Но историки хотят знать больше о прошлом и постоянно пытаются откопать новые, доселе неизвестные факты. Об Истомине одна-две книжки. О Нахимове огромное количество изданий. О Корнилове буквально несколько книг. И наша задача была выявить новые исследования историков не только наших севастопольских, которые трудятся постоянно над изучением истории Крымской войны и героической обороны, но и тех историков, которые трудятся в пределах нашей страны. Карьера Владимира Корнилова хорошо известна. А вот как и чем он жил, история сохранила ограниченное количество сведений. Организаторам проекта театрализованных лекций при подготовке материала в союглубленном изучении личности открылись ранее неизведанные документы. Это позволило иначе взглянуть на фигуру вице-адмирала Корнилова через те же письма жене и архивные материалы. Общее у всех адмиралов – это юношеский период, это обучение в морском кадетском корпусе. Они все такие задорные, они все полны жизненной энергии и сил, все хотят служить на флоте, у кораблей для всех тоже не хватало. А вот когда судьба начала их сталкивать с какими-то сложными вопросами, по службе, по быту, то вот по-разному формировались. Корнилов, он отличается, например, от Истомина, Нахимова, если это вообще удобно так сравнивать, все-таки таким административным характером. Впрочем, проблема с передачей личностного портрета касается ни одного вице-адмирала Корнилова. При подготовке серии лекций «Севастополь. Страницы истории в театре» специалисты столкнулись с тем, что об обычной жизни героев практически ничего нет. «Приведу такой пример, что переписка с женой, с Корниловым, она достаточно сухая, вы знаете, ну, всегда, когда находишь какой-то документ, особенно если новое исследование, два-три года ты его не видел, вот оно только появилось, вот у исследователей, ты думаешь, что это должно быть что-то такое невероятное. Нет, тяжело приходилось вот именно по адмиралу Корнилову. Мы понимаем, что последующим героям тоже, видимо, будет непросто». Лекции проходят с использованием исторических документов. Прикоснуться к оригинальной карте времен Крымской войны, к литографии Уильяма Симпсона и другим предметам той эпохи можно было и на первой встрече. Все это по задумке создателей цикла лучше погружают в изучение истории. «В процессе подготовки этой работы какая-то придумалась формула. Тот, кто знает историю, может предсказывать будущее. Понимаете? История – это политика, обращенная в настоящее, в прошлое. Так что мы думаем, что многие ответы, на которые нам сейчас предстоит ответить, находятся в нашей истории, в наших корнях». Вторую лекцию планируют провести в марте. Но кто будет следующим историческим героем, пока остается загадкой. Мария Олегина, Дмитрий Лилека, Севенфорумбюро. В каком состоянии находится потенциальное укрытие? Этот вопрос не дает покоя многим севастопольцам. Так, жители дома номер 63 на улице Титова в селе Верхнесадовое пожаловались на зловоние, мусор и утечки в своем подвале. Обследовать проблемное помещение прибыли представители управляющей компании «Север» и чиновники из департамента городского хозяйства. Жители многоквартирного дома в Верхнесадовом по адресу улица Титова 63 недовольны состоянием своего подвального помещения. Несколько месяцев назад на стене здания повесили табличку с надписью «Укрытие». Но севастопольцы считают, что там спрятаться нельзя. По их словам, не так давно подвал был заполнен хламом и источал зловонный запах. «Подвал, конечно, желает лучшего. Только вот убрали тут мусора столько было, хоть мусор убрали немножко. Ну, чтобы, во-первых, идти, можно ноги сломать тут, плиты какие-то там качающиеся. Ну и так, я не знаю, как вот показывают в подвалах в Донецке. Ну там какие-то полы там вроде, а тут что это такое? Если долго тут находиться, как тут? Проблемный подвал обследовали сотрудники УК «Север» и чиновница из департамента городского хозяйства Севастополя. Они пояснили, временное укрытие предполагает нахождение там граждан не более двух часов. В состоянии подвального помещения дома номер 63 по улице Титова не нашли никаких нарушений. Сырость и зловоние отсутствуют, а осенью прошлого года оттуда вывезли более 10 кубометров мусора. Протечек не зафиксировано, вы сами это смотрели. Территория подвала убирается раз в год, с периодичностью раз в год от мусора. В принципе, большого мусора тут мы особо не наблюдаем. Вот, окна, продыхи в подвале защищены решеткой от проникновения домашних животных. Несмотря на наличие решеток на вентиляционных отверстиях в подвале, мы обнаружили мумифицированный труб кота. А беспокойным жителям многоквартирного дома сотрудники управляющей компании «Север» объяснили, почему их подвал пригоден для временного укрытия. Высота потолков должна быть выше метра 70, не должно быть препятствий для граждан пароходу в подвал, низкорасположенные трубы, водоснабжение, канализация и так далее, освещение. Соответственно, этот подвал, он отвечает всем требованиям. Чиновники пообещали не затягивать с вывозом тело умершего животного. Для этого они привлекут имеющую на это полномочия организацию. А чтобы привести все подвальные помещения в нашем городе в порядок, нужно время. Вы сами понимаете, что определенное количество лет данные подвалы, будем так говорить, никто не смотрел, не убирал. Средств было мало. Первое, что это проводился текущий ремонт. Латались, как говорится, те моменты, закрывались, которые были в первую очередь необходимы для жизни наших граждан. На данный момент ситуация, конечно же, у нас немножечко обострилась с этим вопросом. Ну, даже, может быть, и немножечко, а достаточно серьезно. Поэтому этот вопрос сейчас на контроле и работа не закончена. Она будет продолжаться. В управляющей компании «Север» также обратили внимание на то, что у жильцов этого дома скопилась задолженность за содержание общего имущества. Также хотелось обратить внимание, что на сегодняшний день задолженность за содержание жилого помещения жителей составляет 856 тысяч рублей. Управляющая компания подала заявление на взыскание задолженности на сумму 674 тысячи рублей. Получены уже судебные приказы на взыскание 150 тысяч рублей и направлены на исполнение. Несмотря на то, что есть такая задолженность, управляющая компания выполнила ремонт подъезда, ремонт входных групп на сумму ориентировочно 700 тысяч рублей. При этом, по данному «Кассевер», из порядка 50 квартир, расположенных в этом доме, около 15 пустуют. Мы делали запросы в Росреестр установить лицо, которому принадлежат жилые помещения, однако информации в Росреестре отсутствует. Делали запрос в Министерство обороны на предмет принадлежности данных с пустых квартир. Нам ответили, что Министерство обороны ни одна из квартир не принадлежит. Затем мы обратились в фонд госимущества, чтобы они провели проверку на предмет безхозяйственного имущества. И по результатам, если есть такая, будет установлен факт, включили эти квартиры в имущество города Севастополя. На данный момент в Севастополе немало жителей многоквартирных домов, которые имеют задолженности. Сетуют чиновники. А чтобы подвалы в городе были в порядке, напоминают, граждане обязаны оплачивать всю сумму в счете на содержание и ремонт помещений. Жанна Тарасова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции задержали двоих разнорабочих в аэропорту Симферополя. Мужчины выполняли строительно-монтажные работы на территории воздушной гавани. И в какой-то момент решили украсть медный провод. Вдвоем они занесли многожильный 8-метровый кабель в свой контейнер. Злоумышленники надеялись сдать украденную продукцию в пункт приема цветных металлов. Воплотить свой преступный замысел им помешали сотрудники транспортной полиции. Материальный ущерб, нанесенный работодателю, превысил 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В ожидании суда злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. В Севастополе прошел уже второй турнир среди дартсменов. 18 февраля в спортивном комплексе «Мусон» провели чемпионат города среди взрослых. На этот раз в меткости упражнялись 23 спортсмена. А само соревнование стало проходным этапом для путевки на чемпионат России по дартсу. В августе прошлого года в Севастополе открылось региональное отделение Федерации дартс России. Спустя всего месяц был организован первый региональный турнир. И вот настало время официального соревнования. 18 февраля прошел чемпионат города. Дартс только начинает развиваться в Севастополе. И пока не пользуется большой популярностью у местных жителей. Мы составляли статистический отчет. Получается мы подняли наши протоколы по мероприятиям, которые проходили. По нашей оценке это 36-40 человек, которые регулярно занимаются дартсом в городе Севастополь. Пока что мы работаем над тем, чтобы достичь каких-то достижений в будущем. И хотя больших достижений у севастопольских дартсменов еще нет, они уже успели выступить в Ростове-на-Дону и Ставрополе. Большинство из них только начинают свой путь в профессиональном спорте. Интересно, что многие связывают возросшую популярность дартса с периодом пандемии коронавируса, когда люди начали искать развлечения дома. Следил за дартсом давно, смотрел по телевизору, по интернету, наверное, лет пять. Но возможностей заняться особо и не было, и желания не было. В период ковида как-то все дома до дома, и мишени на работе повесили. Стал заниматься гораздо чаще, увлекся, понравилось. Продолжаю. Соревнования прошли в одиночном разряде. Задача каждого участника состоит в том, чтобы при помощи набора различных комбинаций как можно раньше выйти в ноль. На стартовом этапе у каждого из игроков по 501 очку, соответственно, каждый подход уменьшает остаток. Нужно выйти на ноль, последним броском сделать удвоение. Сейчас севастопольские дартсмены развиваются и совершенствуют свои навыки. Они признаются, что тренироваться приходится каждый день, чтобы достичь хотя бы базового уровня. Каждое соревнование для них – возможность получить новый разряд. А в этот раз турнир стал отборочным этапом для выхода на чемпионат России по дартсу. Он пройдет в апреле текущего года в Саранске. Марина Шумейко, Денис Александрович, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный. Плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей и до встречи. Удачной вам рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин